ребят смотрите какая романтика я сейчас не про море а про бабушку с дедушкой которые которые сейчас палит как я их снимаю которые дожили ну до преклонных лет и смотрите они ходят за ручку вот я желаю чтобы у каждого было так чтобы у вас было вот что вы доживете до их возраста и будете вот так вот гонять кстати жопа-то ничего ман я шучу все так же гонять за ручку и писать как круто это же вот самое самое главное в жизни вы сейчас увидели какой может быть любовь за как какой какими могут быть отношения мне всегда очень импонирует когда я вижу вот такие картины да вот какой-то старый дедушка да там старая бабушка в одном случае они были ну какие-то не не славяне даты европейцы я такие картины видел среди наших соотечественников тоже это очень круто смотрится то есть это просто суперски мило суперски охрененно представьте вы дожили со своей женщиной до преклонных лет и выходите вот так вот за ручку то есть вы сохранили эту теплоту отношения то любовь это какой-то 3 трогательность трепетность для это так охрененно вообще просто ребят и я каждому из вас желаю чтобы ваша жизнь когда она будет подходить к склону лет чтобы она заканчивалась вот так вот даст с такой партнершей в таких отношениях в такой любви то есть чтобы у вас было вот так вот классно они так как бывает когда люди срутся и друг другом атом кроет и так далее вот это что касается вот этих дедов сейчас вы увидите другой пример деда которого я тут тоже на пляже наблюдал в общем смотрите сначала предлагаю вам посмотреть прям буквально недолго пару секунд потом расскажу че имеют осмотреть ребят смотрите даже дед на пляже дед это клеит телочку а вы в это время смотрите на проходящих мимо девок и думаете там вот я бы ей и проходите мимо вам этого деда еще надо многому поучиться не знаю жаль что я не слышу че он там говорит мне кажется сейчас он ее засосет прием нападет на него и засосет вот такие дела начало общения к сожалению было пропущено давайте представим что он ей говорит ты знаешь я тут иду в своих голубых плавках и понял что они сочетаются с твоим салатова каким-то там купальником что ты думаешь на это спасибо я незнакомлюсь я тоже незнакомлюсь но просто я из тех дедов которые любят пообщаться еще у меня прям такой втянутый живот довольно таки сухой торс вот смотри я качал сиськи специально для тебя да и я плавал слышите но не вербалика в целом нормально иногда конечно деда слишком много то есть я к тому что если вы будете так делать то все таки не надо туда жестами очень сильно включаться но в целом нормально я бы еще не гнулся немножечко туда но это сейчас не проблема не самое страшное вот где-то очень социально общается да ну может потому что его английский очень скуден там или что-то но уже пора бы туда закидывать какие-то момент флирта что-то про нее что-то серии там сексуальное то сексуальное это вот ты знаешь я хотел бы вечером увидеть тебя в каком-нибудь там красивым коктейльном платье чего-нибудь такое типа давай увидимся вечером чай попьем давай свой телефон а здесь произошла следующая картина короче я все время наблюдаю за одним и тем же стариканом я так понимаю тоже какой-то европейский или американский ну то есть это не славянский старикан я наблюдаю за ним почти каждый день вижу на пляже то есть там такая картина одет он в таких носочках своих по колену таких гетрах каких-то я не знаю может быть это компрессионные носки не на этой он гоняет по пляже подходит к молодым прям таким довольно таки он выбирает хороших подходит таким телочкам и я так понимает его способ их там заклеить не знаю насколько это результативно эффективно да потому что вряд ли наверное что прежде они все прыгают к нему в постель там и так далее хотя хер его знает слушайте мир он такой интересный да но допустим дед очень техничный то есть вообще мораль вот этой карты картины с дедом который только что увидели следующее да что бля вы молодые красивый вот ты молодой сука красивый интересный парень там допустим и представь ситуации что ты поехал на пляж хотя для для многих это единственный способ кроме клуба подцепить все телочку потому что на пляже проще ну допустим не на пляже то есть ты идешь по парку горького в москве видишь как там загорают девчонки в купальниках да хера с 2 ты сможешь подойти к ним и начать так общаться как этот дед и в этом вся твоя проблема то есть ты сука молодой ты красивый ты здоровый ты там интересный и так далее и тому подобное девочки хотят молодого и красивого такого как как ты а не как дедушка к сожалению быть с возрастом уже ты ничего не сделаешь это данность которая нужно будет принять хотя дед сука не сдается но при этом дед сука просто дед он подходит и знакомиться пусть он это делает криво да то есть по идее ему нужно было бы его общение переводить в там во флирт а не просто разговаривать на социальные темы и говорить я бы хотел там угостить вас коктейльщиком сегодня вечером и так далее неважно но дед делает попытки а ты сидишь и смотришь просто на то как вернее идешь по парку например да ты пока еще не идешь сейчас еще как бы не жарко но сука лето скоро и ты будешь делать это ты будешь ходить смотреть на красивых телочек в купальниках и нихера блять с этим не сможешь сделать потому что ты ссыкло тебя просто ограничивать твои сраные страхи там какие-то боязни вдруг она мне пошли а вдруг она мне откажет живи так тогда то есть деды будут ебать женщины извини за мой французский тех которые для тебя предназначена а ты будешь ходить и смотреть на тимбак пускать слюну и думать вот вы ее ну как мне подойти и так далее тву блять реально стрёмно чувак если ты выбираешь это говно продолжаю выбирать это говно только нахуй отпишись от этого канала что он для тебя бесполезен если ты ничего не делаешь со своими страхами бесполезен парни еще минуточку внимания значит смотрите отношения это действительно самое важное в жизни на мой взгляд это тот тыл который будет всегда сзади тебя то есть этот то место то пространство куда ты захочешь возвращаться она тесно связано с отношениями и особенно сейчас в момент карантина в момент вот этого глобального пиздеца это ощущается особо сильно если ты сейчас сидишь дома один и если тебе реально не с кем разделить это пространство в которое ты там в самоизоляции находишься это очень печально и это реально печальный в такие моменты ты особенно начинаешь задумываться что как бы а что такое деньги 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 это херня потому что вот как бы деньги есть или денег нет какая разница если ты все равно сидишь дома и весь мир глобальная мировая экономика просто пошла по пизде вот какие-то там тачки не тачки всем насрать понимаешь просто ты сидишь дома И все твои приоритеты, которые были до этого, там красивое тело, бицуха, зачем, кому оно, если ты сидишь дома один. Поэтому, конечно же, самое важное, это семья, это отношения, это любимая женщина, которая рядом с тобой, с которой вам будет веселее, интереснее, легче, счастливее и так далее. И в этом видео, это видео про отношения, но коли уж ты не смог себе найти девушку до сих пор, не смог вживую, тебе не хватило чего-то для этого, сейчас самое время вписаться в мой онлайн-тренинг. Ты прямо сейчас можешь и должен забронировать себе место, потому что количество мест ограничено, то есть ссылка под этим видео, заходишь, читаешь все подробности. О чем этот онлайн-тренинг? То есть сейчас самое отличное время использовать для собственного развития, чтобы не сидеть дома, не смотреть телевизор, не играть в приставку, а развиваться, чтобы прокачаться в общении с девушками, пусть не живом, но онлайн, очень много похожего. Те же самые в онлайне и в живом общении, те же самые, в принципе, те же самые пункты, те же самые постулаты, та же самая психология и философия. То есть там есть несколько нюансов, которые это отличают. И если ты не можешь начать знакомиться вживую и найти себе девушку, то отличный повод подучиться, понять, как все работает, набраться смелости, набраться уверенности именно в онлайн-знакомствах. И когда всех выпустят с карантина, у тебя будет очередь из красивых девушек, желающих встретиться с тобой и пойти на свидание. Да, сейчас ты немножечко профакапил ситуацию, но как раз сейчас ее и нужно исправлять в кризис, когда самое лучшее, что ты можешь сделать, инвестировать в себя. Значит, онлайн-тренинг, который называется «Как получать лучших женщин из сайтов знакомств и онлайна». Это онлайн-тренинг о том, как переписываться, о том, как быстро, не затягивая переписку, брать у девушки телефон, как вызванивать ее и как проводить свидание впоследствии. То есть обо всем об этом я тебе расскажу, и ты сделаешь это в прямом эфире в течение четырех занятий. Вот, чтобы не сидеть без дела, ты будешь готовить себе почву для того, чтобы, когда ты выйдешь с карантина, у тебя реально была очередь из самых лучших женщин, желающих пойти с тобой на свидание. Ссылочка под видео. И что касается этого деда, по поводу деда история следующая. То есть он очень хитро делал, он делал так, что я прям наблюдаю за ним. Во-первых, короче, один раз был такой момент, короче, я пошел купаться, жена лежит, загорает. Я смотрю, она такая машет, типа, быстрей, быстрей. Я думаю, что, что такое случилось? Подхожу, выхожу по-быстрому, подхожу, говорю, что случилось? Говорит, да я тебя позвала, потому что я уже увидела, как дед начинает, как бы, пикировать на меня, там, издалека. То есть, говорит, я не хотел с ним общаться, поэтому я тебя и позвала. Дед делал очень технично. То есть он делал так, как я учу на своих тренингах. То есть он не подходил в лоб, там, привет, он делал это издалека. То есть я прям наблюдал много раз это, блядь, филигранную работу. То есть он, я смотрю, телочка сидит, допустим, в теньке, там, на камешке, что-то читает книжку. Смотрю, идет дед, он не подходит себе прямо к ней, он идет вот так вот в обход. То есть он делает большой круг, как аэробус над аэропортом. И очень плавно так, идя мимо, что-то цепляя ее разговором, продолжает уходить. Такой, типа, она открывается, он такой, оп, подождите. Раз, разворачивается, подходит назад, начает общаться. Дед делает это намного техничнее, чем большинство из тех, кто из вас что-то вообще это делает. Вот такая вот как бы фигня. То есть в этом видео ты, значит, видишь пример отношений замечательных, да, и пример того, что отношений у деда нет. Возможно, у него этих отношений нет, потому что он всю жизнь к этому и не стремился. Возможно, что его бабушка там просто улетела на тот свет, и, к сожалению... Хотя хер знает, мне кажется, все-таки тот случай, когда дед просто и не выбирал никакие отношения, он просто прессовывал телочкам всю жизнь и не парился. То есть это тоже чей-то жизненный выбор. Возможно, это его какой-то там смысл. И тут как бы суть-то в чем, что вернемся к серьезной теме, потому что познакомиться с женщиной – это херня. Отношения – это посложнее, да, потому что здесь придется жертвовать чем-то, придется идти на уступки, придется как-то менять себя, потому что тут всегда две стороны, и как бы обе должны друг другу в чем-то уступать. Но как бы тут суть какая, что меня постоянно спрашивают там, а как в отношениях, а как в отношениях, а что делать там, чтобы отношения были хорошими и так далее. То есть самый главный принцип, чтобы отношения были хорошими – сука, у тебя должна быть хорошая, нормальная женщина, блядь, здоровая, психологически, без каких-то там тараканов, без кучи всего, чего могут насрать в голову родители и так далее. В идеале тебе нужно просто найти хорошую женщину. Ты покупаешь себе дорогой иностранный автомобиль, и как бы на нем ездишь. Вот твои отношения с этим автомобилем. Автомобиль не ломается, допустим. Или ломается редко, но ты такой говоришь, блин, Вован, а что делать, вот у меня там этот… Что-то сломался, вариатор какой-то сломался, да, то есть где чинят-то вот, то есть как бы этот вопрос решаемый. Другое дело, когда ты покупаешь себе там подержанный российский автомобиль, который ломается, блядь, постоянно через каждую неделю, и у меня такое было, я знаю, о чем я говорю. И ты такой, бля, короче, как меня достал этот автомобиль, он постоянно ломается, с ним одни и те же проблемы. Так, чувак, возьми, купи себе, сука, дорогой иностранный автомобиль, у тебя не будет таких проблем. Ты скажешь, у меня нет на это денег. Ну, хорошо, но это автомобиль, а это тёлка, это женщина. То есть, понимаешь, для того, чтобы познакомиться, завести отношения, там, пойди на свидание, заняться сексом, завести отношения, начать жить с девушкой, здесь тебя не ограничивают какие-то деньги, да, то есть как бы ты нормальный парень, ты, ну, как бы средний, зарабатываешь, идёшь и ищешь себе женщину. То есть, ну, только ты её сможешь выбрать, чувак. Почему-то вы этого не делаете. Вы выбираете себе хуй пойми кого, и получается так, что потом говорите, а как мне построить отношения, вот у меня в отношениях такие проблемы, такие проблемы, выберите себе, сука, нормальную женщину. Вот и всё. Это первый. Второй момент, значит, смотрите, что здесь всё очень сильно уникально. То есть, как, меня всё время просят, сними видео про отношения, какие там вещи нужно делать, чтобы были крепкие отношения. И всё очень индивидуально, чуваки. По большому счёту, самое главное, что я для себя понимаю, нужно постоянно думать о том, как сделать твоей партнёрше хорошо. И чтобы она постоянно думала о том, это ключевое, чтобы это было взаимно. Чтобы она постоянно думала о том, как сделать тебе хорошо. И получается отношения такая, как бы взаимная поддержка. То есть, это же очень круто, это же, блядь, забота, это любовь, это плюс. Для меня, например, важно, чтобы в отношениях было совместное развитие. Иначе вам просто в какой-то момент будет нечем поговорить со своей женщиной. Плюс там много-много-много-много ещё каких-то пунктов и критериев, но самое главное, здесь всё индивидуально. Если, например, твоя девушка, которую тебе принесло течением, не потому что ты сам с ней познакомился, выбрал её, там, говоришь, давай встречаться, а потому что тебя познакомили с ней, хрен пойми там где. Она из какой-то семьи, например, в которой мама была тираном всегда, папа, мама подавила всячески волю мужчины, волю папы, волю мужа. Муж прогнулся, стал каблуком. То есть вот таким вот. Она всю жизнь его хуесосит, она ему всё время предъявляет претензии, она всю жизнь своего мужа обзывает, унижает, говорит, да ты ничего не способен, ты такой, ты секой, ты третья, ты десятая. Ну, о какой тогда дочери, о каком характере, о какой психике нормальной у дочери, вышедшей из этой семьи, может идти речь? Естественно, что она не виновата, эта дочь, эта девушка ни в чём не виновата. Она виновата, пожалуй, только в том, что она, а, до сих пор, может быть, не осознала, что у неё проблемы, потому что в неё родители встроили эти программы и вот эти роли. Б, она с этим ничего не делает. Либо делает мало и недостаточно, потому что это всё равно можно поменять и переделать, если сильно постараться, если захотеть жить и быть счастливым. И получается такая история, что если вот эта девушка вышла из этой семьи, и у тебя с ней отношения, вот, а у тебя в семье всё было нормально, то есть мама, папа друг друга любят, там папа главный, мама красивая, вот, и в твоей картине мира нет такого, что, блядь, женщина должна там постоянно унижать и обсирать чувака, вот. А твоя вот эта вот девушка, вышедшая с этим багажом из твоей семьи, начинает постоянно гнать на тебя, предъявлять тебе претензии, то есть она тебя унижает, она всё больше и больше по мере продолжения ваших отношений, она всё больше показывает своё нутро, вот. И ты меня спрашиваешь, что мне делать в отношениях? Да ничего не делать. То есть тут как бы по большому счёту, если ты прямо эту женщину любишь, то есть ты должен ей сказать, слушай, есть такая херня, у тебя проблемы, посмотри на маму, посмотри на папу, ты видишь, какой пиздец, тебе это нравится? Нет, не нравится, почему ты это делаешь? Ну, там, она это делает бессознательно, даже не соображая об этом ничего сама. Если она признаёт проблему, она говорит, да, дорогой, любимый, прости меня, я постоянно срываюсь, повторяю программу моей мамы, но я хочу с этим справиться, ты говоришь, окей, пойдём вместе, там, допустим, к семейному психотерапевту будем решать этот вопрос. Либо иди тыкс отдельно к психотерапевту, либо что-то ещё, либо давай вместе как-то я буду тебе напоминать, ты мне, то есть мы должны друг другу помогать, то есть вот так это должно быть. Но если она скажет, иди нахуй, у меня нормальные родители, это ты какой-то мудак и козёл, и с тобой что-то не так, что ты тогда делаешь, блядь, в этих отношениях дальше, скажи мне? Поэтому не надо задавать мне тупые вопросы, какие-то основные базовые вещи, как строить нормальные отношения. Чувак, либо тебе с этой женщиной хорошо, либо тебе с этой женщиной нехорошо. Конечно, все отдельные случаи рассматриваются персонально, индивидуально. Я с радостью отвечу на эти вопросы, если будут конкретные вопросы заданы по поводу отношений там-то или там-то, или там-то, но мораль такая, чувак, почему я ей показал два вида вот этих дедов, то есть одного деда, который со своей женщиной, и у них всё круто, почему-то, как это, сука, так? Может, ему повезло? И другого деда, который, в принципе, наверное, никогда не стремился к отношениям, поэтому сейчас он уже со своим старым отхившим хером, блядь, в голубых плавочках ходит по пляжу и, ну, скорее всего, бесполезно пытает счастье, что молодые тёлочки как-то окажутся в его объятиях, в его постели. Самое главное для того, чтобы построить нормальные человеческие отношения, это правильно выбранная девушка. Вот и всё. И питать иллюзию по поводу того, что мне повезёт, просто бог пошлёт мне сразу охуенную. Чувак, это бред, это детское мышление, такого не будет. Или думать, что вот я сейчас один раз пойду там с кем-то познакомлюсь, блядь, через пень-колоду по пьяни в клубе или где-то в парке, набравшись смелости, трясущимися руками, там, ногами к ней подойду, и, типа, сразу вот появится она. Чувак, скорее всего, в жизни будет, ну, не совсем так. Будет, наверное, и так, что тебе придётся перебрать какое-то количество женщин, обжечься, понять, что вот да, побыть в этих отношениях, в токсичных, в этих отношениях, понять, что да, так, мне вот тут что-то вообще не нравится. То есть эти отношения нужно будет поблагодарить, отпустить, сказать «Окей, они мне нужны были для того, чтобы я понял, что именно я не хочу делать или, там, получать, чувствовать в своих идеальных отношениях». То есть мораль такая, у тебя должно быть какое-то количество женщин, прежде чем ты вступишь в отношения и поймёшь, что вот да, теперь тебе зашибись. И ты сам выберешь ту самую. И для того, чтобы выбрать, тебе просто нужно перестать ссать. И если у тебя своих яиц не хватает, я готов помочь, я готов поделиться своими. У меня яйца далеко не железные. Я очень дохуячего в этой жизни боюсь. Ты даже не представляешь, насколько всего я в жизни боюсь, переживаю, опасаюсь где-то, я не уверен и так далее. Но в плане общения с женщинами и построения отношений я точно могу тебе помочь.